Ребят, показываю, вот почему хвалю, вы думали я хвалю только там немцев, Вайланд, вот смотрите, у нас сгорел насос, вообще у нас сгорел статор, он запах сейчас тут, ну, кошмар, у нас остановилась полностью крыльчатка, заклинила, уже бы вот большинству итальянцев и других котлов, уже бы пыхнула плата давно, уже бы серые люхи, уже бы сгорели там предохранители, все, а этот котел потихонечку еще как-то тут, что-то тут пытается работать, и самое главное, что в бетермике же у нас, когда насос стоит, у нас-то работает горячее водоснабжение, то есть у бабушки было горячее водоснабжение, а вот посмотрите на насос, сейчас я его заменю, и все заработает, и будет хорошо, вот почему я говорю, что вот ремонтопригодные, хорошие котлы, это не всегда там супер премиум сегмент, 20 тысяч стоит котел, 6 лет отработал, сгорел насос, он продолжает сейчас еще пытаться что-то делать, отрабатывается по ошибке, и насос мы сейчас заменим за не 15-20 тысяч, как на других котлах, а порядка 5 нам это обойдется, но может и меньше, сейчас я поеду в магазин, посмотрю, что там можно выбрать, а выбирать мы будем из насосов, которые крутят против часовой стрелки, то есть скопированы, содраны, или просто, ну не будем до воды эти доводить, против часовой стрелки, как я вас и учил, против часовой стрелочки, это у нас все с марки Грюнфуса, соответственно, ответочка у нас будет тоже Грюнфуса, здесь стоит родной 5-метровый насос, это котельные насосы, они более редкие, вот, то есть нам нужно будет подобрать под ответку 5-метровую вот это кольцо, на одном из видео я говорил, что к насосам, если надо будет, пишите, я вам про насосы расскажу все, вот это кольцо, оно должно вставляться вот сюда, то есть вот на это кольцо, если между ними будет большое расстояние, это мастерам, которые берут напильником, спиливают, то здесь будет просто завоздушивание, он может быть кое-как и будет работать, но у него будет создаваться завихрение, он не будет именно как насос работать, он будет здесь создавать газировку и кое-как там толкать.